Друзья, очень рад вас приветствовать на своем канале. У нас сегодня рубрика «Гаражные видео». У меня для вас есть на обзор интересная вещь – мотобуксировщик Ураган. Позиционируется эта техника как очень проходимый легкий в управлении и обслуживании снегоход. Напоминаю, что конструкция, мощность двигателя, расположение сидения и другие особенности Урагана специально спроектированы производителем для того, чтобы вы без лишних проблем могли воспользоваться мотобуксировщиком сразу из упаковки. Никаких постановок на учет, ГАИ, обучения и все с этим связанного вам проходить не стоит. Просто приобрели, собрали, сели и поехали. Я хотел бы сразу вас предупредить, что мне эта техника досталась на обзор по договору, который я должен выполнить обязательно. Это 10 видео, в которых я обязан максимально со всех сторон показать вам эту технику. Как выглядит, как проходит препятствие, как в глубоком снегу или пухляке она себя чувствует, маневренность, проходимость, удобство, скорость и так далее. Я уверен, что у меня все получится. Вы же, в свою очередь, сделайте для себя все необходимые выводы, приобретать вам эту технику или нет. По ценам вас я сейчас сориентировать не могу, потому что курс плавает, а в урагане присутствуют импортные комплектующие. Но зато все остальное я постараюсь раскрыть в серии из 10 роликов. Итак, друзья, приступим. Итак, это мотобуксировщик Ураган, и он мне пришел, к сожалению, не в контейнере. У нас очень трудная доставка, поэтому я его получил как бы двумя частями, даже можно так сказать, что тремя. У меня шла отдельно эта лыжа, то есть этот тазик. Вот эта часть шла отдельно с седлом. Ну, получается, вот эта вот независимая подвеска. И вот этот блок у меня шел в сборе отдельно, то есть у меня была часть корпус. Вот эта вот штанга, сиденье, стекло и сама лыжа. Ну, конечно, в лыжи тут это все дело просто делается. Я вот это все дело посадил сразу на болты. И все очень было быстро, понятно и интуитивно. Здесь, получается, стекло я сделал на кровельные саморезы. На заклепки не стал. Заклепки были и в комплекте, был и клепальник, но я решил на саморезы. Так, затем сюда, видите, вкрутилась вот такая вот вещь. Все тоже очень просто и удобно. Закручивается, можно так даже сказать, без ключей. Затем я вот такие винты бабахнул сюда и сюда. Вот. И еще один момент. Я провел троса от, получается, тормоза. Мне пришлось вот снимать этот чехол. Тормоз подходит к барабану, к такой штуке. Она похожа на велосипедную. Можно, кстати, разобрать и показать. Да, это, кстати, тема. Да, потом вот эта вот проводка, вот эта проводка шла вот сюда. Все подключилось вот к такой шине. Ничего не перепутаешь. И один тросик шел к газу. Сборка была окончена. Естественно, аккумулятор тоже под этим чехлом стоит. И все у нас запустилось и завелось. Вот так. На это все я потратил где-то приблизительно меньше часа. И у меня мотособака была готова к движению. Вот так, друзья. Покупайте хорошую технику. Никогда в жизни не болейте. До скорых встреч. Увидимся. Будьте всегда здоровы. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok